А сколько стопов? А выглядеть на 45. Последнее перед летними каникулами заседание Мурманской областной думы началось на приятной ноте. Поздравления с днем рождения сотрудников и награждения самых ответственных. Впрочем, улыбки депутатов быстро сменились на серьезные выражения лиц. В повестке много важных вопросов, больше 20, и все они требуют особого внимания. Но прежде чем говорить о новых законах, на заседании подводят итоги и слушают, на что потрачены деньги областного бюджета в 2021 году. Поступившие в областной бюджет доходы позволили выполнить все принятые обязательства и успешно противостоять последствиям распространения пандемии. Наибольший объем средств пришелся на реализацию государственных программ образования и наука, здравоохранения, социальная поддержка, комфортное жилье и городская среда. Утвержденный бюджет на 2021 год подвергался изменениям четыре раза. В результате он исполнен с профицитом в 18 миллиардов рублей. Это обусловлено прежде всего беспрецедентным ростом доходной части бюджета, в основном за счет дополнительных налоговых поступлений в казну. У нас рекордный год, несмотря на все испытания, которые переживала экономика не только Российской Федерации, но и в целом Мурманской области. Были действительно негативные ожидания. Мы помним, что два года экономика работала в режиме коронавирусных ограничений. И несмотря на это, впервые мы в прошлом году перешагнули лимит в 100 миллиардов рублей доходной части. И бюджет области впервые за многие годы исполнен с рекордным профицитом. На комитете данный годовой отчет был заслушан. Также было заслушано заключение председателя контрольно-счетной палаты. Были достаточно много вопросов заданы именно на комитете, в том числе те, которые обсуждались уже сегодня повторно. Были замечания и предложения к данному отчету, которые были сформулированы в постановлении Мурманской областной думы. И в итоге по результатам рассмотрения данного отчета было комитетом принято следующее решение. Рекомендовать Мурманской областной думе утвердить отчет об исполнении. Контрольно-счетная палата Мурманской области существенных нарушений при исполнении бюджета не обнаружила. А большинством голосов депутаты приняли проект сразу в трех чтениях. От главного финансового документа перешли к бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования. В 2022 году акцент планируют сделать на финансировании материально-технической базы. И то, что не смогли в связи с изменениями цен и ростом на строительные материалы исполнить в прошлом году, надеемся, что в этом году те средства, которые теперь уже заложены, будут полностью израсходованы в текущем 2022 году. И в этом году будет внесена корректировка по увеличению заработной платы того персонала, который оплачивается в связи с изменением МРОД. На это необходимо 230 миллионов рублей. Это 681 человек, которым требуются дополнительные выплаты. И эту часть, очевидно, его корректировка будет решаться уже в октябре месяце. Особое внимание на заседание уделили социальной сфере. Сразу несколько законопроектов в этой области вынесено на рассмотрение. Самый долгожданный для северянок – отмена возрастного ценза на получение зарплаты мамы. К слову, поручение о внесении изменений дал президент Владимир Путин в ходе рабочей встречи с главой Мурманской области Андреем Чибисом. Вы помните, что эту меру мы вводили с 2018 года. У нас она была выплата 14 тысяч рублей ежемесячно. С 1 мая, вы помните, я вносил закон, когда мы привязали выплату к величине проживочного минимума, 75% от величины проживочного минимума на ребенка, и распространили до возраста 30 лет включительно. А сейчас снимаем это возрастное ограничение. И соответствующим образом у нас 1 июня изменился размер проживочного минимума и, соответственно, вырастет размер выплаты для всех мам, которые родили первого ребенка. Закон будет подписан губернатором Мурманской области в ближайшее время и вступит в силу 1 июля этого года. К слову, мера коснется и женщин, уже родивших первенца, но при условии, что ребенку еще не исполнилось полтора года. Чтобы получить зарплату мамы, нужно обратиться в Центр социальной поддержки. Еще одно изменение. Депутату узаконили выплату денежной компенсации взамен питания для детей с ограниченными возможностями здоровья на домашнем обучении. Это о чем мы речим? Что те детишки, которые обучаются на дому, они тоже должны получать питание. И сведеть денег. Будет посчитано, и родители получат деньги на питание этих детей. Это очень важно, потому что каждый ребенок у нас полноценен. Каждый ребенок должен иметь социальную защиту. Денежную поддержку получат и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся очно. Один из законопроектов привели в соответствие с федеральными. Это в части расширения возможностей для получателей региональной социальной доплаты к пенсии. Вы знаете, что ее получают неработающие пенсионеры. Но федеральный законодатель с конца апреля устанавливает новую норму. Он добавляет сюда детей инвалидов. Теперь за ними сохраняется право получения региональной доплаты к пенсии, даже если они будут временно трудоустроены на общественные работы. Депутаты приняли закон в окончательной редакции. Документ будет направлен на подпись губернатору. Три чтения прошел и проект, увеличивающий индексацию учебных расходов. Изначально при принятии бюджета учли индексацию лишь на 4%. В конце 2021 года стало понятно, что заложенной суммы будет недостаточно. Теперь индексация учебных расходов выросла еще на 4,6%. Мы также по образованию сегодня, что депутаты все время просили, рассматривали, когда мы принимали бюджет, говорили, что увеличить ученические расходы для наших образовательных организаций, как школ, так и детских садов, на 8,6%. Это будет внесено, учтено. И уже наши организации, занимающиеся образованием, как школы, так и дошкольные организации, получат увеличение своих ученических расходов. И, конечно, это важно. Мы сегодня рассмотрим также о предоставлении ежемесячной денежной выплаты за ЖКУ труженикам тыла. Это мера вступит с 1 мая 2022 года. Раньше льгот по жилищно-коммунальным услугам они не имели. Теперь начнут получать полторы тысячи рублей ежемесячно, но при условии, что они не имеют других льгот. К слову, не только северян, но и других жителей страны и вовсе хотят освободить от комиссии при внесении денег за коммунальные услуги. Сейчас при оплате через кредитные и другие организации дополнительно взимается до 2% от суммы платежа. Для людей с невысоким доходом даже небольшой взимаемый процент от суммы бьет по кошельку. Да и тарифы в Заполяре немаленькие. Законопроект звучит таким образом, что запретить кредитным организациям как раз начислять эту комиссию. Это, естественно, будет положительно для наших, в первую очередь, незащищенных слоев населения. Еще с 2021 года этот вопрос рассматривался на уровне Государственной Думы. Концепция была признана положительной. Были внесены поправки, но до настоящего времени в окончательной редакции законопроект не принят. И вот заполярные законотворцы вновь поднимают этот вопрос и не прекращают попыток изменить ситуацию. Депутаты снова отправили обращение в Государственную Думу, указали на социальную значимость законопроекта, просят ускорить принятие решения. Кстати, в этом мы не одни. Инициативу еще в 2021 году поддержали более 30 субъектов страны. Впрочем, если федеральное правительство услышит и комиссию отменят, возникает вопрос, кто будет платить за транзакцию. Не могу пока четко сказать, поэтому, наверное, это является сейчас, что длительное время этот законопроект в окончательной редакции не принят. Но я все равно считаю, что довести его до конца нужно, потому что это в интересах наших граждан, это их права и законы интересы. Не только законы обсуждались на заседании, но и соглашения о сотрудничестве. С 1 июля взаимодействие между парламентариями Мурманской и Минской областей выйдет на новый уровень. Как отметили на заседании, северяне зачастую отправляются в Беларусь не только к родственникам, но и для культурного отдыха. Депутаты намерены сложившиеся связи укрепить. Подписать соглашение планируется на площадке 9-го форума регионов Беларуси и России в городе Гродно. Укрепление связи, вот такого сотрудничества, оно нам необходимо. Мы видим даже по опыту Украины, мы где-то упустили, мы недостаточное внимание уделяли вот таким малым и большим делам. Может быть, в масштабе государственном это не столь важно, но в масштабе вот таком, я бы сказал, региональном для нас, для Республики Беларусь, я считаю это очень важно. Проект соглашения приняли в первом чтении и окончательной редакции. Впереди предстоит разработка конкретного плана мероприятий на второе полугодие. Заполярные депутаты намерены пригласить делегацию Минской области на межпарламентскую конференцию. Она пройдет в Мурманской области 19-21 октября. Парламентский сезон подошел к концу. За время работы седьмого созыва Думы рассмотрено около 300 вопросов и принято 120 законопроектов. Очень напряженный был, как всегда, этот сезон, как вы отметили. У нас, в отличие от Госдумы, нет зимней, летней сессии. Но я бы хотел сказать, что мы отработали также продуктивно. Не все мы довели до логического завершения. У нас остается ряд законопроектов, в частности, касающихся административных правонарушений, связанных с животными. Комитетом, по сути, наработан законопроект, и мы продолжим над ним работу. Последнее заседание Мурманской областной думы перед летними каникулами одним днем не ограничится. Один из ключевых пунктов повестки – это ежегодный отчет главы региона Андрея Чибиса. Он уже традиционно прошел не в здании областной думы, а в филармонии с губернаторским размахом, на большом экране и яркой презентации. Но об этом уже в следующем специальном репортаже на ТВ21+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова